мы нарисовали центральный цветок детализировано теперь переходим к следующим цветам и бутоном значит нам необходимо как всегда внимательно посмотреть на фотографии либо на натуру определить какие оттенки нам нужны оттенки нам нужны такие же почти как и в центральном цветке вот кроме пожалуй желтого но что серединка здесь не видно и здесь не видно и здесь не видно и так в разводим на палитре оттеночки все которые нам необходимо я уже развела после этого смачиваем водичкой чистой наши лепесточки я начала с этого цветка и часть вот этой ножки на которой крепится цветочек смочили водичкой и теперь мы смотрим вот на этот цветок здесь основной тон вот самый светлый это розовый поэтому мы вместо ультрамарина прокрываем сразу вот таким вот нежно розовым оттенком вот я его уже делал это розовый хиногридон в невской палитре называется он и так берем этот цвет проверяем на бумажечки вот такой вот он нежный получился и прокрываем вот эти два вот этот лепесток и этот на солнышке поэтому они самые светлые вот и закрашиваем кисточка у меня тоже тройка синтетика pinox pinox очень хорошие кисточки я ими люблю пользоваться это не реклама это просто опыт которым я могу поделиться с вами и так прокрыли и вот эти лепесточки тоже розовым чтобы он просвечивал потом когда мы нанесем другие слои он будет виден не захотя за наш карандашный рисуночек эскиз вот аккуратненько все этот слоем мы сделали теперь если мы посмотрим внимательно опять же на на натуру вот здесь вот участок там где изгиб лепесточка участок голубенький и вот здесь голубенький мы этот участок прокроем нашим разведенным ультрамаринчиком вот мы его случайно закрасили ничего промакиваем кисточку вот его просто просто так наметили чтобы он у нас вот здесь вот потемнее если красочка вот сюда перелилась просто сухой кисточкой и и убираете и все еще голубеньким надо нам прокрыть вот здесь чуть-чуть и вот на изгибе вот здесь так пусть подсыхает чуть-чуть мы перейдем к вот этому вот цветочку которые вот так повернут интересно его прокрываем нежно-нежно голубым разведенным ультрамаринчиком и вот на кисточку я набрала розовую и вот здесь вот в этих участках чуть капнем розового пока влажная так на этот лепесток у нас в тени он темный поэтому я прям взяла фиолетовый разведенный и прямо чистым цветом нарисовала и вот этот лепесточек тоже темно-фиолетовый он самой тени находится поэтому мы его прям чистой краской темно-фиолетовый и вот здесь вот чем ближе к серединке тем темнее все это под малевочек мы сделали вот можно еще вот эти кончики вот так пройтись пусть подсыхает теперь кисточку промыла сейчас и просто чуть подразмула подразмула здесь так теперь возвращаемся к этому цветочку уже подсохла первый красочный слой подсох мы чуть-чуть смачиваем водичкой чистой и теперь будем вливать цвет здесь синего в серединке синеватый вот прям капельку поставим так я вижу на фотографии вот если вы заметите вот здесь розовая и сюда вот такой вот синий фиолетовый идет теперь смачиваем вот этот лепесточек он самый светлый так как он на солнышке находится мы его смачиваем чуть добавляю сюда розового ближе к серединке на кончик беру темно-фиолетовый и вот так прохожусь все смотрю сейчас на фотографию и там где я вижу темные участки я их закрашиваю сухой кисточкой так этот лепесточек пусть подсыхает теперь переходим к этому чистой водой его опять смачиваем и вливаем фиолетовый синий фиолетовый оттенок там прям такие прожилочки вообще идут потом их конце нарисуем и вот сюда чуть добавим и сюда еще такое примечание так как у нас вот центральный цветок выписан мы очень старались над ним рисовали детализировали то остальные цветочки бутоны могут быть не такими выписанными и детализированными у нас не в чистом виде ботаника у нас как бы такая композиция то есть у нас ботаническая живопись но она подразумевает здесь разные способы и разные как бы техники мы будем совмещать разные техники в частности когда будем рисовать фон мы тоже сделаем интересные эффекты я вам покажу в свои лайфхаки сейчас я беру фиолетовый цвет и там где я вижу темные участки чуть прохожусь здесь у нас белая такая часть пусть будут эти цветочки которые на заднем плане более акварельные более обобщенные так скажем здесь серединка она более насыщенная поэтому я хочу розово добавить вы спросите почему я столько вот так заморачиваюсь столько слоев почему и сразу не взять потому что друзья в акварели лучше тоненькими прозрачными слоями наносить 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 чем сразу как бы вы можете затемнить а потом потом сложно будет это все отмыть особенно с бумаги хлопковой импортной там очень проблематично это будет сделать поэтому все мы наслаиваем медленно медитативно наслаиваем слоя прозрачные вот здесь розовый участок то есть нижние розовые все равно будет просвечивать почему то есть мы его полностью не закрашиваем вот и теперь я оставлю пока и перейду к салатовой вот этой ножке на которой крепится цветочек здесь он от оливковой переходит в нежно-голупой вот серединке у нас самой темной части поэтому мы их прям вот сухой кисточкой я макнула в темно-синий цвет и серединку прям прохожу вот еще хочется сделать фиолетовый цвет розовый вот этот лепесток сделать потемнее вот этим таким красивым фиолетовым вот так прям здесь убрать сухой кисточку чтобы был переход мне хочется чтобы этот цветок не был такой детализированный как этот то что на него на центральный цветок приходится внимание зрителя эти цветы могут быть более такие общие более размытые так скажем на кисточку беру синий и кончик макаю в темно-фиолетовый и сейчас я вот это подсохло этот лепесток подсох теперь я ввожу вот этот темный фиолетовый оттенок с кисточку возьму тоненькую единичку вернее нулевочку саму тоненькую кисточку и и нарисую вот здесь вот на фотографии прожилочки прожилочки надо по сухому рисовать по высохшему слою поэтому мы чуть-чуть подождем когда она подсохнет вот этот сухой поэтому можно нарисовать вот этот участок более розовый серединка вот как это с него то здесь поэтому сухой опять же на изгибе чуть-чуть штриховочкой изгиб даем все ждем когда она подсохнет переходим к вот этому цвет бутончику еще раз принципе меня он устраивает чуть-чуть вот здесь вот добавим глубины такой штриховочкой не будем у вас слишком детализировать переходим к вот этому бутончику кисточку в розовую и кончик сиреневую и просто прокрываю таким вот развожу еще розовую потому что она у меня закончилась и чуть-чуть как серединку вот хочется мне такой чтобы он был размытый так ну все пока пусть подсыхает видите мы много слоев сделали она это было чтобы она подсохла участок не ничего мы его исправим если вот такой вот получилось берете чистую воду и вот убираете потом заново прописываете возвращаясь сюда серединку щит розового все сделаем фиолетовый как мы делаем фиолетовые берем розовый плюс синий получается фиолетовый сейчас еще добавлю розового вот сиреневый получается такой вот цвет мы можем уже просохли слоям можем здесь добавить каких-то штрихов для объема вот здесь более темная вижу вот здесь участочек здесь я размываю чистой кисточкой возвращаюсь к этим бутончиком что они уже подсохли затем не добавляю фиолетового видите затемняю затемняю здесь подразуму мне нравится вот этот цветочек уже бутончик вернее синего я капнула в самом конце вот этот прям очень мне нравится ставим его и сюда синего такого прям концентрированного синего просится в глубину просится вот сюда чуть-чуть голубого добавить прям вот чуть-чуть так вроде бы все так подружилась завязалась красиво теперь должно подсохнуть здесь это впрочем